Ненецкий округ оказался во власти циклона, который принёс жителям Заполярье массу неудобств. Отмена рейсов, дорожно-транспортные происшествия, ушибы. Коммунальщики трудятся в несколько смен. Тем не менее, на дорогах всё равно сохраняется гололедица. Виной всему перепады температуры воздуха с минусовой на плюсовую и снег с дождём. Перрон на Ринмарской воздушной гавани сегодня практически полон. Из-за непогоды перенесены сразу несколько межрегиональных рейсов. В зале ожидания сотни пассажиров. Небесная канцелярия внесла коррективы в планы Андрея Торопова. Мужчина должен был лететь в Челябинск на концерт любимой группы. Из-за задержки рейса билеты пропали. Я прибыл в аэропорт в 10 часов утра. Нас запустили, получается, накопитель. Потом где-то примерно в 10, в 11 часов 15 минут нас провели в самолёт. Следовательно, мы прождали в самолёте примерно около часа, даже больше часа. И недавно нас выпустили, в 12.45 нас выпустили на улицу. Многие пассажиры провели в аэропорту практически весь день в ожидании вылета. Несмотря на усиленную работу аэродромной службы, по соображениям безопасности, было принято решение закрыть аэропорт. Подошёл циклон, переохлаждённый дождь. Поэтому было принято решение на закрытие ввиду объединения полосы. На данный момент производится обработка кем-реагентом. Боинг московский им приняли в 12.27, по-моему, сел. А вот регулярный рейс, связывающий Нарьинмар со столицей Поморья, как и все вылеты по местным воздушным линиям, перенесли на завтра. Полноценное функционирование аэропорта возобновилось лишь в 17 часов вечера. Что касается обстановки на дорогах, трафик достаточно напряжённый. Гололедица и плохая видимость спровоцировала ряд дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим в госавтоинспекции призывают автомобилистов соблюдать осторожность. Призываю наших уважаемых водителей быть предельно внимательным при совершении движения на своих автомобилях, при этом соблюдать скоростной режим, а главное учитывать те материологические погодные и дорожные условия при совершении движения. Главное беречь себя и беречь пешеходов. Призываю пешеходов быть предельно внимательным. Ожидается у нас резкое ухудшение состояния проезжей части – это гололёд. Естественно, гололёд у нас, возможно, будет создавать условия для совершения дорожных происшествий. Поэтому всех уважаемых участников дорожных движений, водителей, пешеходов, пассажиров призываю быть предельно внимательным и беречь себя при ухудшении погодных и дорожных условий. Коммунальные службы работают в две смены. С шести утра дорожные рабочие и техника чистого города приступили к посыпке песком муниципальных дорог, дворовых проездов и пешеходных зон. При проведении работ по устранению зимней скользкости задействовано 9 единиц спецтехники учреждения. Также запланирована вторая смена и работа тоже в ночь. Учреждение было готово к сегодняшним погодным условиям. Естественно, заранее мы ежедневно мониторим прогнозы погоды. В ближайшее время метеорологи прогнозируют ухудшение погоды. По данным Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 16 ноября в Заполярье ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 22 метров в секунду. 16 ноября по городу Наринмару ожидается облачная погода. Ночью небольшой снег с дождем, ветер юго-западный и западный 9-14 метров в секунду. Порывы до 22 метров в секунду. Днем небольшой снег, метель, ветер западный 7-12 метров в секунду. Порывы до 17 метров в секунду. Температура днем 0-2. По Ненецкому автономному округу ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие местами умеренные осадки. В виде снега местами с дождем. Ветер на северо-востоке округа юго-восточный и южный 8-13 метров в секунду. Местами порывы до 22 метров в секунду. Температура воздуха минус 4, плюс 1. Ночью на востоке и северо-востоке минус 7, минус 12 градусов. Многие автомобилисты уже сегодня временно перешли из разряда водителей в категорию пешеходов. Из-за неблагоприятных дорожных условий замедлено движение транспортного потока, а потому быстрее передвигаться пешком. Скользко только очень, поэтому мы с коляской стараемся около дома гулять. А у вас машины случайно нет? Есть, но не выезжаю в такую погоду, стоят у дома. Страшно машину стукнуть и себя тоже как-то. Постоют пару дней у дома. Резину поменять, уберусь. Потом потихоньку ездить, смотреть по погоде. Спасательные службы рекомендуют без необходимости на время гололеда и нестабильной погоды не выходить из дома и по возможности отказаться от использования личных транспортных средств.